Здравствуйте, ребята! Начинаем урок чтения. Сегодня мы с вами будем знакомиться с новым разделом, который посвящен Дню Памяти и Почести. Вторая мировая война была самой страшной войной в истории всего человечества. В ней участвовали десятки стран. Никогда до этого история не знала войны, где было так много жертв. Наша страна тоже была вовлечена в эти страшные события. Война – это сломленные судьбы. Война – это разрозненные семьи. Война – это разбитое счастье. Надеюсь, что Вторая мировая война останется последней войной в истории всего человечества, потому что человечество больше не выдержит. Сегодня наш урок посвящен памяти наших дедов, прадедов, беззаветно отдавших свою жизнь на благополучие нашей с вами жизни. Сегодня мы с вами познакомимся с произведением Хамида Куляма «Летчики». Хамид Кулям – настоящее имя Гулямов Хамид Убайдулаевич. Родился 25 апреля 1919 года. Хамид Кулям – лауреат государственной премии, заслуженный деятель, народный писатель Узбекистана. На уроке мы с вами будем читать рассказ и знакомиться с новыми словами. Давайте сначала вспомним, кто же такие «летчики». «Летчики» – это люди, управляющие самолетом, вертолетом, истребителем. Приготовьте, пожалуйста, учебники. Мы с вами вместе начнем читать рассказ. Вы можете следить за моим чтением, а можете читать вместе со мной. Если вы готовы, тогда начинаем. «Юлдаш» попал в эскадрилью Русанова. «Летчики» рассказали ему о делах на земле и в воздухе. Надавали ему много практических советов, как вести себя в бою с мессерами, какие сильные и слабые стороны у фашистских летчиков. «Юлдаш» с трепетом ждал первого боевого вылета. Очень хотелось доказать товарищам, что он не трус, и что на него можно положиться. Этот момент настал очень скоро. Еще не обжился «Юлдаш» в своей землянке, не успел запомнить имена товарищей, как эскадрилья Русанова получила боевое задание. Аэродром наполнился гулом. Истребители один за другим взмыли в воздух и собрались тройками. Собрав эскадрилью, Русанов повел ее к месту встречи со штурмовиками. «Юлдаш» смотрел на лес, скользивший под крылом. В стороне замелькали темные силуэты самолетов с выпуклостью на фюзеляже. Горбатые. «Юлдаш» вспомнил, что так называют штурмовиков, летчики между собой. Истребители двигались к линии фронта. На картах эта линия обозначена красной и синей извилистой чертой. А на земле все было одинаково. И на той, и на другой стороне. По дорогам двигались черные точки. Это был враг. Враг, который перевернул всю его жизнь, разлучил с матерью, с гульнас, с друзьями. «Юлдашу» хотелось снизиться и влепить боезапас в эти ненавистные, ползущие, как микробы, черные точки. Но он понимал, что не имеет права это сделать. Поглядывая по сторонам, «Юлдаш» высматривал мессеров, которые вот-вот должны появиться. «Мы над целью» – спокойно прозвучал в шлемофоне голос Русанова. «Юлдаш» увидел, как штурмовики стали пикировать на дорогу и огненные вспышки забрызгали на их темных крыльях. Штурмовики били по мечущимся внизу фигуркам из пулеметов. Потом сбросили бомбы. На земле вскидывались черные дымовые клубки. Сверху они казались небольшими. И не страшными. Но «Юлдаш» знал, с каким грохотом рвутся сейчас бомбы, как черные дымовые шары. Но он не сразу понял, что это били по ним зенитки. «Юлдаш» посмотрел на соседей. Они продолжали делать свое дело, не обращая внимания на разрывы зенитных снарядов. Штурмовики все вились над дорогой. Один из них внезапно окутался дымом и, разваливаясь на куски, полетел вниз. Попали, погиб парень. Когда был дан сигнал о возвращении, штурмовики и истребители повернули на восток. Но не успели они собрать строй, как сверху ринулась семерка желтоватых, похожих на ос, мессеров. «Ну, пришло время и нам поработать», мелькнула в голове «Юлдаша». Мессеры неслись на штурмовиков сбоку, пытаясь ударить по ним до того, как им помешают наши истребители. Однако Русанов кинул два звена наперерез и с дальней дистанции открыл огонь. Мессеры отвернули, но тут же появились с другой стороны. Поймав прицел ненавистный силуэт, «Юлдаш» нажал на гашетку. Немецкий летчик, увидев пулевые трассы, повернул назад. Командир звена похвалил, «Молодец, Таштемиров!» Немецкие истребители вились, как осы, и, видно, свирепели от того, что не могут пробиться к штурмовикам. «Юлдаш» увидел еще три мессера. Теперь фашисты набросились с двух сторон. «Надо было уже не просто отпугивать их, а связать боем и дать возможность уйти штурмовикам». Вот так, ребята, заканчивается первая часть рассказа. Правда, интересный рассказ. В этом рассказе, ребята, вам встретились незнакомые слова. Поэтому приготовьте, пожалуйста, свои тетради. Проведем лексическую работу. Если вы готовы, тогда начинаем. Первое слово, ребята. «Фюзеляж» – это корпус летательного аппарата. «Боезапас» – это запас боевых снарядов. Следующее слово. «Шлемофон» – специальный головной убор у летчиков. «Пикировать» – лететь на самолете вертикально вниз с целью какого-нибудь маневра. И последнее слово, ребята. «Гашетка» – крючок в огнестрельном оружии, приводящий в действие урок. Ребята, сегодня урок наш окончен. Я вам предлагаю записать домашнее задание. Вам необходимо прочитать страницы 173, 174, 175 и 176. И ответить на вопросы. Я думаю, что вам урок понравился. До свидания, ребята. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова